Здравствуйте и позвольте разжечь. Сегодня мы беседуем с сопредседателем РПР Парнас и членом Координационного Совета Оппозиции, политиком Борисом Немцовым. Здравствуйте, Борис Федорович. Здравствуйте. Хорошо. Давно мы к вам хотели заглянуть, но вот наконец-то. Надеюсь, что все-таки будем чаще встречаться. Я вас давно ждал. Вы как-то скромничали, что-то не приходили. Вот первый вопрос такой. В каком состоянии умы в Кремле у вас есть какая-то информация из этого ящика Пандоры? Ну, во-первых, я в Кремле не был даже уже не помню сколько, по-моему, 10 лет. Не пускают? Да я, собственно, и не рвусь туда особо. Последний раз я в Кремле был в 2003 году. В 2003 году, когда были выборы в Государственную Думу, я тогда возглавлял Союз правых сил и, собственно, список на выборах. И с тех пор я в Кремле не был. Честно говоря, и не очень сожалею по этому поводу. Но на самом деле ситуация в Кремле, она более-менее понятна. Для этого не обязательно туда ходить. Понятно, что вот четвертый срок Путина – это такая махровая реакция. Именно четвертый срок? Ну, не считать же пребывание номинального президента Медведева сроком Медведева. Правильно? Путин теряет популярность. Выборы фальсифицированы. Он решил больше на большинство путинской неоперации, поскольку такого большинства больше не существует. Он сделал ставку на полицейские дубинки, на репрессии, на спецслужбы. И если посмотреть, например, на бюджет, который Путин принимает, то этот бюджет типичный такой чекистко-полицейский. Ну, например, самая главная статья расходов в этом бюджете – это расходы на спецслужбы. Астрономические суммы Путин тратит из бюджета более 2 триллионов рублей. Это расходы на армию – тоже более 2 триллионов. А что касается расходов на здравоохранение, образование, социальные программы, то эти расходы абсолютно нагло и бесцеремонно сокращаются. Вот бюджет трехлетней, который они недавно приняли, это его ручная Халуйская дума, предполагает сокращение расходов на образование и здравоохранение на сотни миллиардов рублей. То есть приоритет Путина понятен. Человек никакого значения не имеет. Главное – личная власть, и главный приоритет – это спецслужбы. Дальше, если посмотреть на зарплаты, да. Дикий рост зарплат Следственному комитету. Следственный комитет в этом году рост зарплат почти в три раза. Я подчеркиваю, почти в три раза. До этого было повышение зарплаты военнослужащим. Ну, так скажем, от капитана до майора уже больше 100 тысяч рублей зарплата. При этом реальные заработные платы учителей, врачей, работников детских садов, социальных учреждений, реальные заработные платы сокращаются. То есть они не успевают за инфляцией. Вот, собственно, и все. То есть все из его финансовой политики, из его законодательной политики и следует. Буду цепляться за власть любой ценой. Буду защищать миллиарды, которые контролирует такой мой кооператив «Озеро». Куда расширенный кооператив «Озеро». Куда наряду с известными членами кооператива, там, Ковальчуками, да, там, разными другими людьми. Еще и входят там люди типа Тимченко, братьев Ротенбергов и так далее. Буду защищать интересы дружественных олигархов, таких как Абрамович, Дерипаска. Буду им помогать. Кстати, вот сейчас большой скандал по поводу управления стабфондом. Вот я хотел узнать, потому что ходят такие слухи, что создание Росфенагентства – это не что иное, как попытка умыкнуть весь бюджет страны. Точнее, стабфонд умыкнуть и еще фонд национального благосостояния. Ну, это на самом деле, да. Сейчас фонд национального благосостояния и все остальные фонды объединены в один. Сумма эта астрономическая – это 150 миллиардов долларов. В первом чтении принят закон, согласно которому управление этими огромными народными деньгами передается в открытое акционерное общество. И, собственно, то, что они там украдут деньги, у меня особых сомнений нет. По той простой причине, что в законе, я его внимательно прочитал, предусматривается всякое отсутствие контроля со стороны общества. То есть, вообще никакого контроля за этими деньгами нет. Это же будет коммерческое использование. Это будет, это будет, это будет. В принципе, стабилизационные фонды управляются коммерческим образом во многих странах, которые производят нефтегаз. Есть большие управляющие компании в Норвегии, есть компании в Саудовской Аравии, есть компании в Кувейте. По-моему, даже в Венесуэле есть такие компании. Но там, где общество имеет возможность контролировать вложение средств, куда инвестируются эти деньги, там воровство либо отсутствует, либо минимально. В путинской России стиль закрытый. Информация о том, куда идут деньги, кому идут деньги, она отсутствует. А любая закрытость в данном случае – это воровство. Ну, сами понимаете, даже если они украдут 1% от этих 150 миллиардов долларов, это 1,5 миллиарда долларов – это астрономические деньги. Но 1%, честно говоря, это не тот процент, который как-то с Путином связан. Вот сегодня, например, стало известно о том, что Сочи уже будут стоить там 1,5 триллиона рублей. Александр, вы просто классику не читаете, не читайте мои доклады о том, что Сочи будет стоить 1,5 триллиона рублей. Я писал много-много раз, в том числе и в докладе Сочи-Олимпиады говорилось о том, что это астрономические расходы. Я по поводу Сочи, как уроженец этого города, могу вам рассказать много. Значит, это будет 22-я Олимпиада. Из Арктики будут на лопатах таскать всех за такие деньги? Это 22-я Олимпиада. Первая Олимпиада, зимняя Олимпиада, была во Франции в 1924 году. Вот сейчас 22-я Олимпиада. Расчеты, которые я сделал, показывают, что цена сочинской Олимпиады больше, чем цена всех Олимпиад вместе взятых. Богатые на людей. Просто всех Олимпиад вместе взятых. То есть вот 21 Олимпиада вместе дешевле, чем сочинская. Обычная цена Олимпиады зимней, например, в Ванкувере в Канаде была Олимпиада, перед этим вы знаете, она стоила около 2 миллиардов долларов. До этого были Олимпиады в Сотлэк-Сити в Соединенных Штатах, были в Лихаймере в Норвегии, в Турине в Италии. Цена всех зимних Олимпиад примерно одна и та же. Это около 2 миллиардов. Около 2 миллиардов долларов или евро, в зависимости от того, в какой зоне, собственно, Олимпиада проходит. Путинская Олимпиада будет стоить больше 50 миллиардов долларов. О чем, кстати, вот сейчас стало известно, уже публично. Хотя я должен сказать, что Путин, начиная с 2009 года, засекретил данные о финансировании Олимпиады. Этих данных не было, и появление этой цифры, это, в общем, такая микросенсация. Теперь, что, собственно, происходит? Ну, глобальная сначала вещь. Первая. Россия зимняя страна, мы с вами это знаем. Мы с вами зимой, собственно, эту запись делаем. Очень трудно найти на карте России место, где никогда не бывает снега. Ну, это эксперимент заморозить субтропики. Путин нашел это место. Это не просто самое теплое место в России, это самое теплое место в Сочи. Вот в моем родном городе Сочи тоже есть разные там климатические условия. Так вот, эмеретинская низменность, где будут построены стадионы, эмеретинская низменность, это самое теплое место Сочи. Выше, чем в центре города, температура среднегодовая на 6 градусов. Там никогда не бывает снега. Так вот, Путин выбрал место проведения зимней Олимпиады в зимней стране России. Там, где снега никогда не бывает, это последний субтропический курорт нашей страны, а именно Сочи. Второе. Там будет построено большое количество стадионов, там трассы и так далее и тому подобное. И будет возможность зрителям за всеми этими мероприятиями, соревнованиями следить. Всего 250 тысяч посадочных мест. Могу вам сказать, что население Сочи, Большого Сочи, то есть от Адлера до Лазаревского, население Сочи меньше полумиллиона, и никогда, никогда, кроме Олимпиады, эти места не будут заполнены. Это значит, что эти сооружения придут в негодность. Потому что их надо поддерживать, и как поддерживать, непонятно. Дальше. Сама эмеретинская низменность, это пойма реки Мзымта, это болото. Это болото, где нет дна. Геологоразведка, которая там была, показала, что твердого грунта нет на глубине даже 100 метров. Строить там сооружения путинские, вот эти вот дворцы и так далее, а там и центральная будет арена, и ледовые дворцы, где будут играть в хоккей, фигурное катание проходить. Строить там дворцы нельзя. Это же опасно просто. Там все провалится. Более того, сейчас строители, которые это делают, понимают, что там все разрушится и так далее и тому подобное. Дальше. У нас дикий дефицит спортивных сооружений, зимних в том числе, по всей России. В Сочи никогда зимние виды спорта не культивировались. Вы не знаете ни одного хоккеиста из города Сочи. Вы не знаете ни одного конькобежца из города Сочи. Вы не знаете ни одного биатлониста из города Сочи. Вы не знаете ни одного лыжника, ну не горного, да, в городе Сочи. Ну, в общем, я стою на асфальте, ноги в лыжи оборудованы. Да, теперь смотрите, что будет. Пройдет 2014 год, февраль. Дальше что с этим сооружением делать? Очевидно, что они не будут использоваться. И все эти сотни миллиардов, я подчеркиваю, сотни миллиардов выброшен на ветер. Рассказ Путина о том, что он перенесет все эти сооружения в другие места, в Ханты-Мансийск, в Тюмень, в Киров, в Нижний Новгород и так далее, это обман. Перенести тяжелые сооружения, а тяжелые сооружения, потому что это бетон, это мощные охладительные установки, рефрижераторы и так далее, и тому подобное, которые вмонтированы, собственно, фундаменты, перенести их нельзя. Он врет. Таким образом, это все одноразовое использование сооружения стоимостью, как я уже сказал, полтора триллиона рублей и даже выше. Значит, что там главное? Главное, там запредельное, конечно, воровство. Ну, вот я вам пример приведу. Дорога Адлера-Красная Поляна. Это дорога длиной 45 километров. Эта дорога построена силами российских железных дорог. Стоимость дороги 260 миллиардов рублей. Один километр дороги около 200 миллионов долларов США. Один километр дороги. Эта дорога является таким бесконечным 45-километровым мостом и большим количеством тоннелей. И это мост не поперек реки, а вдоль. И хочу вам сказать, вы просто можете взять фотографии, если вы там будете делать фильм, то вы можете просто увидеть. Вот идет река, и вдоль реки построена дорога, мост. Вот. Уже умники сосчитали, что можно дорогу было сделать из тонкого слоя золота, либо из толстого слоя черной икры. Вот. Она бы была, собственно, такая же по цене. Борис, я думаю, что вот с этой темой, в общем-то, понятно. Тут другая тема уже наплывает. Дело в том, что вас вызвали в Следственный комитет, насколько известно. Это очень... Ну и по поводу Сочинской армии. Я просто вам скажу, значит, смотрите, первая там коррупционная составляющая. Второе – это участие преступного мира в контроле за стройкой. Вот убитый недавно Дент Хасан, он был как раз смотрящим за сочинскими стройками. Его люди находятся в администрации Краснодарского края, у Ткачева. Его люди находятся в мэрии города Сочи, у мэра Пахомова, которые ему напрямую просто подчинялись. И поэтому, помимо традиционных распилов и откатов, да, еще надо было платить вот этим бандитам, которые, собственно, крышеванием всей этой истории занимались. Значит, конечно, это все гигантская фиора, конечно, это все преступления. Конечно же, это ни в какое сравнение с шалостями Хрущева, который хотел кукурузу за полярным кругом сеять. Все над ним смеялись, там, Никита Кукурузник и так далее. Это все мелкие шалосты по сравнению с той запредельной путинской аферой, которую вот он собирается в 2014 году всему миру показать. Теперь по поводу Следственного комитета. Давайте я все-таки задам вопрос. Вот вас вызывает Следственный комитет по поводу 6 мая или по поводу Кировлеса, Навального или все вместе? Меня вызывает Следственный комитет на сей раз по поводу дела Навального и партии «Союз правых сил». Речь идет о выборах 2007 года, когда я, кстати, не был уже руководителем партии. Вообще непонятно в этой связи, почему меня вызывают, но это бог с ними. Вот, по версии следствия, Навальный украл там десятки, сотни миллионов рублей, будучи подрядчиком компании «Союзу правых сил», предвыборной компанией, занимаясь рекламой наружной. Самое интересное в этой истории стоит в том, что потерпевших в этой истории нет. Ни руководитель партии тогда «Белых», ни какие-то члены партии, ни политсовет партии, не подавали ни киевски к Навальному. Претензий к Алексею нет? Претензий к Алексею нет. Нет ни одного заявления потерпевшего, а дело есть. Это как? Это вот, не знаю как. Это вот, Бастрыкина спросите или Маркина. Это вот так вот, что нет потерпевших, нет заявлений, нет обращений, нет никаких претензий ни у кого к Навальному. А уголовное дело по факту хищения средств партии есть. Как это объяснить, я не знаю. Единственное объяснение такое, это сфабрикованное политическое дело. Политическая задача, поставленная Путиным любой ценой, дискредитировать оппозицию ее лидеров и постараться Навального посадить. Вокруг него уже, я не знаю, сколько дел, я уже сбился со счета, но там явно 4 или 5 или неизвестно сколько. Все эти дела абсолютно вымышленные, все они сфабрикованные, все они абсурдные. Но тем не менее, следственные органы очень активно и прямо пытаются Навального вот так вот дискредитировать и посадить. Одновременно с этим Следственный комитет покрывает преступников. Вот у меня вызывают 5-го числа, то есть во вторник, 5-го февраля. И во вторник, 5-го февраля, у меня суд с Бастрыкиным. Причем хамовнический суд с известной судьей Сыровой. Знаменитый Пусси Райт. Да, конечно. Это уже третье заседание суда. О чем речь? Речь идет о деле о прослушке. Вы помните, что желтое издание Life News опубликовало мои телефонные разговоры. Это грубейшее нарушение Конституции. Это нарушение 137-138 статьи Уголовного кодекса. Публикация телефонных разговоров является преступлением. По нему, согласно Российскому уголовному кодексу, Габрилиановы, которые, собственно, управляют Life News, должны сидеть в тюрьме до 4 лет. А вам известно, кто вас прослушал? Ну, у меня на 99,9% есть предположение, что это делало ФСБ и подразделения по борьбе с экстремизмом. А Life News – это их подразделения. То есть они с ними работают. Дочерные фирмы. Да, дочерные фирмы. Ну, они напрямую на Кремль замкнут. Они не являются средством массовой информации. Это известно. Они обслуживают интересы правящей группировки. Но преступлением является обнародование телефонных разговоров. Даже не сам факт добычи информации о наших разговорах, телефонах. Но обнародование тоже преступления. Вот. Следственный комитет бездействует по этому вопросу. То есть они пытаются это дело как-то так под сукно засунуть. Сделать вид, что ничего не происходит. Они вызывали, кстати, на допрос Габрилианова. Габрилиановых, причем несколько раз. И должен вам сказать, что после того, как Габрилианова следователь Савельев Денис вызвал на допрос, после этого следователя Савельева отстранили от дела. Дело передали в северо-восточный округ Москвы. И оно там исчезло. Значит, суд мой с Бастрыкиным состоит в том, чтобы принудить Следственный комитет не покрывать преступников, а расследовать преступления. Я так понимаю, что весь Следственный комитет стоит ровно одна задача. Это любой ценой попытаться там пересажать лидеров оппозиции. Борис, понятно, что путинизм не вечен. Когда-нибудь это все закончится. Хотелось бы, конечно, скорее. Но, тем не менее, Координационный совет оппозиции готовит какую-либо дорожную карту перехода от этой системы к какой-то нормальной цивилизованной? Ну, это важнейшая часть нашей работы. Я должен сказать, что мы в самом начале пути. Есть один документ. Это манифест «Свободная Россия», который был принят на грандиозном митинге 12 июня, в День России, прошлого года, в 2012 году. И там элементы дорожной карты в том документе были. В том числе и изменения, которые необходимо внести в Конституцию. Это резкое сокращение полномочий президента. Это сокращение срока пребывания во власть с 6 лет до 4 лет. Это невозможность занимать должность президента более двух раз. Это передача права формировать правительство от президента к парламенту. Это, собственно, право парламента на парламентские расследования, в том числе антикоррупционные. Это возвращение выборов и губернаторов, и мэров. Независимые СМИ предполагают? Дело в том, что в Конституции есть 29-я статья, которая громким образом нарушается. Она про независимые СМИ. Что цензура запрещается. Поэтому тут скорее речь идет не о поправке Конституции, а о выполнении Конституции, которая растоптана. То, что нужно изменить Конституцию, раз, это очевидно. Второе, то, что нужно отправить Чурова в отставку и расследовать всю деятельность его и его бригады по фальсификациям, два. То, что нужно изменить порядок формирования избирательных комиссий, включив в их состав представителей партии, которые участвуют в выборах, и запретить участвовать чиновникам в избирательных комиссиях. То, что очевидно, для выборов необходима свободная пресса и отмена цензуры, тоже очевидно. А люстрация предполагается в дорожной карте? Ну, я могу свою точку зрения сказать. Да, пожалуйста. Я считаю, что лица, причастные к репрессиям, к нарушениям прав людей, к фальсификациям, если они не имеют права уголовного какого-то наказания, они не имеют права занимать государственные должности. Это я так считаю. Что касается остальных членов комиссионного совета, надо спрашивать. Там есть разные точки зрения, но моя точка зрения вот такая. Вопрос на самом деле был не праздный, а такой, я так пасевой зашел. Со многими людьми разговаривал, мне говорят всегда по поводу вас одно и то же. Да он был уже во власти, он же замазан в ней, ему, наверное, за насилие и так далее. В принципе, готовы сами пройти люстрацию, если что? Ну, дело в том, что, Александр, у меня ответ на этот вопрос тысячи раз заданный есть. Если бы хоть что-нибудь из того, что вы сейчас сказали, и то, что ваши собеседники говорили, являлось правдой, я бы сидел не перед вами, а в тюрьме. Совершенно очевидно, что если бы у Путина были хоть какие-то там возможности зацепки, каким-то образом привлечь меня к ответственности за кражи, коррупцию, взятки и так далее, он бы уже давно этим воспользовался, он уже многократно давал команды, вот найти просто ничего не можешь, потому что ничего не было. Более того, у меня был суд с Путиным. Он был в День влюбленных в Ахмите, 14 февраля, правда, не 12-го, а 11-го года. Вы, наверное, помните, он тогда в телеобращении и в диалоге с народом, ну, таком, показушном, естественно, он тогда сказал, что там немцов, Рыжков и Милов украли миллиарды в 90-е, а сейчас поиздержались и хотят вернуться во власть, чтобы украсть еще. Да-да-да, он сказал, поураганили. Ураганили, да, совершенно верно. Я на него тогда подал в суд вместе со своими коллегами. И как? Божья роса? Нет, это был замечательный суд. Это был Савеловский суд. Вот, Путин прислал своего адвоката с характерной фамилией Забралова. Не отдалова, а Забралова. Вот, судья была Адамова. Тоже все очень красиво. Значит, я задал вопрос представителю Путина Забраловой. Госпожа Забралова, скажите, а вот ваш доверитель, когда говорил, что мы украли миллиарды, он исходил из чего? Есть ли у вас решение судов или уголовные дела, где мы участвуем в качестве обвиняемых или подозреваемых? Вот, есть ли хоть какие-нибудь юридические основания для того, что так говорить? Ответ ее нет. Решение судов о том, что вы признаны преступниками и так далее, вообще не судим, да? Нет. Хорошо. А тогда чем пользовался ваш доверитель в фамилии Путин, когда клеветал на нас? Ответ. Он пользовался Википедией. Я не шучу. Хохот в зале. И вот еще, кстати, есть информация в интернете. И дальше идет интернет-мусор с каких-то мусорных сайтов, там, националистических, каких-то там, не знаю, какие-то радикальных, о том, что мы там что-то там поураганили и прочее. Я говорю, вы знаете, мы же в Советском суде, тут Wi-Fi есть, продвинутый суд. Кстати, судья Адамова, она там все время играла в компьютерные игры во время заседания. Я говорю, знаете, вот у меня тоже есть тут компьютер. Вот я сейчас вот только что в Яндексе набрал «Путин вор» и кликнул «Поиск». Нашлось 2 миллиона ответов. Я прошу все 2 миллиона этих сообщений приобщить к материалам дела. И как, приобщили? Нет, не приобщили. Но дальше было решение суда. Решение суда настолько было комично и абсурдно, что газета «Коммерсант» вышла с оршинным заголовком. Решение было такое, что Путин, когда говорил, что Немцов поураганил и украл миллиарды, имел в виду не Немцова, а имел в виду явление, внимание, явление, явление, именно рицательное. И пишется Немцов не с большой буквы в речи Путина, а с маленькой буквы. Поэтому Немцов не является надлежащим, собственно, истцом в этом суде. То есть вы не личность, а именно лица? Явление, да, я явление. Судья смеялась, когда зачитывала это решение. Она просто смеялась, она понимала всю абсурдность, и она не знала, как Путину выгородить. Она смеялась. Вот, собственно, и все. То есть все эти умники, которые меня пытаются в чем-то обвинить, они, к сожалению, врут вслед за Путиным. Потому что, я еще раз вам говорю, быть в оппозиции к путинскому режиму, и Путину лично, и иметь какие-то скелеты в шкафу, невозможно. Последний вопрос насчет смеха. Мы вчера были на Триумфальной площади 31-го числа, ну, по долгу службы снимали там репортаж, что там происходило, акция в защиту 31-й статьи Конституции, и полицейские тоже смеялись. Потому что абсурдность того, что происходит, уже налицо даже самим охранителям этого абсурда. Когда он закончится? Когда люди-то уже устанут смеяться и посмотрят всерьез? Во-первых, я считаю, что ирония, сатира и смех – это верный признак конца. Чем больше мы над ними смеемся, чем больше мы над ними издеваемся, чем больше Шендерович и все наши остальные великие сатирики пишут, а мы не можем сдержать улыбки или смеха, тем лучше. Да, Брежнева убили анекдоты. Да, да, да. Чем больше про них будет анекдотов, тем лучше. Очевидно, что борьба с ними, тем не менее, очень сложная. Дело в том, что эта группа владеет огромными деньгами. Им есть что терять. Речь не только идет о свободе, речь не только идет о власти, но речь еще идет о огромных капиталах. И о сохранении физической жизни. Да, да, поэтому коммунисты по сравнению с ними дети малые. Они циничные, прожженные, готовые к убийствам, к насилию, к фальсификациям, к обману и так далее. Подобные люди. Поэтому борьба с ними – это дело опасное, тяжелое и, к великому сожалению, долго. Я не верю ни в какие Блицкриги. Не верю. Я понимаю, как устроена эта система, понимаю, какая у них финансовая есть подушка безопасности. Это и огромные золотовалютные резервы страны, это и дорогая нефть, вот этот фонд стабилизационный, о котором мы сегодня говорили. Мы должны настроиться на марафонскую борьбу. И в этой борьбе может выиграть только человек упрямый и люди, убежденный, смелый и упертый. Слава Богу, таких людей немало, в том числе и на Триумфальной площади. И слава Богу, что число растет. Но верить в то, что мы вышли один раз на митинг против подлецов или сделали марш против подлецов регулярно, и вот они исчезнут через пару-тройку марш, это, во-первых, наивно, а во-вторых, это еще и опасно. Потому что вот завышенные всякие ожидания, давай сейчас выйдем и они исчезнут, они людей очень сильно расхолаживают и разочаровывают. И протест будет нарастать в 2013 году? Будут присоединяться? Я думаю, вы понимаете, есть очевидная совершенно тенденция. Если популярность Путина падает, а она падает, то это значит, что число недовольных растет, а это значит, что и протест будет нарастать. Что я не могу сказать? Я не могу сказать, сколько, например, народу выйдет, допустим, весной на очередные марши. Мы, кстати, в Коменционном совете приняли решение, что центральная акция весны – это акция, посвященная 6 мая. Пройдет она, я думаю, где-то 4-5 мая. Не представляется, что название может быть правильным. Такой марш против воров и палачей. Причем я считаю, что просто вот такой марш против палачей, как там предложили, этого недостаточно. Именно марш против воров и палачей. Если мы тщательно будем к этому готовиться, то мы можем собрать очень много людей, в том числе и в поддержку тех ребят, которых сейчас они весной намереваются судить по делу, что ума, я имею в виду Узникова Болотный, я имею в виду Акименкова, я имею в виду и Сергея Кривого, и всех остальных, кто сейчас сидит. Мы, конечно, должны бороться. Знаете, один за всех, все за одного – это не кричалка на митинге, как вот любят там, покричали и все. Нет, это… Это принцип. Да, это принцип, которым мы должны руководствоваться. Поэтому нам предстоит тяжелая задержанная борьба. Надо быть к этому готовым. Быть в хорошей форме, кстати. Спасибо вам большое, Борис Ефимович, за интересную беседу. Итак, один за всех и все за одного – это не просто кричалка, утверждает Борис Немцов. Это принцип жизни оппозиции. Смотрите «Политвестник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова